Я вот игрок сборной, я получал 74 рубля. А за кого я играл в футбол, за завод, по 300 получали. Плюс талоны еще давали какие-то на питание. Это была одна из главных специфик отечественного хоккея. Спортсмены играли, бились за команду, за эмблему на груди. Финансы были на втором плане. Вячеслав Бугорский, легенда барнаульского хоккея, лучший бомбардир мотора. По сей день с теплом вспоминает о том отечественном хоккее. Я просто знал, что команде надо выиграть. А чтобы она выиграла, надо забить больше, чем противник. Вот и все. Вот логика у меня железная была, своя. Конечно, приятно было, что... Иной раз, правда, когда приходил домой, жена спрашивает, как сыграли. Ну, играли вроде хорошо, да? Ну, проиграли. Я говорю, а я не знаю, я вчера выиграл. Потому что я два гола забил. Ну, такие вот везде шутки были. Знакомство со спортом у Бугорского случилось во дворе родного дома. Сначала он играл там в футбол, а зимой пробовал играть в хоккей. Так его и заметили тренеры мотора. В 16 лет уже привлекали в команду мастеров. С 70-го года и началась легендарная история Бугорского, которая продлилась 16 сезонов. На его счету 332 шайбы. По сей день это рекорд по забитым голам в истории барнаульского хоккея. Но неважно, в каком году или столите ты играешь. Спорт – это и для болельщиков, уверен Вячеслав. На все времена. Мне, допустим, болельщика жалко. Вы даже, возьмите, проводили студенческое вот это мероприятие. Полные же залы ходили. Вот к чему надо стремиться. Если команда отдается полностью, да, ну, те поудачили. Где-то разные моменты есть. Выражение-то еще не говорит о том, что это все плохо. Советская закалка не дает Бугорскому оставить хоккей. Сегодня он тренирует любительскую команду и ездит с ней по разным городам на соревнования. Правда, сам на лед уже не выходит. Бережет суставы. Говорит, возраст дает о себе знать. А еще частенько посещает матчи нашей ведущей команды «Динамо Алтай». Верит, что и она когда-нибудь выйдет в элитный дивизион российского хоккея. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова